Всем привет! Мы в Португалии, на мысе Ррока, в самой западной точке континентальной Европы. Мы находимся в пути уже неделю и снимаем наш новый, сложносочиненный выпуск. Один из самых грустных фактов про Россию звучит так. Больше 50% населения нашей страны никогда не бывали за границей. Понятно, что основная причина в том, что люди за пределами Москвы и пары больших городов живут очень скромно. Но параллельно с этим нам уже много лет рассказывают о том, как за пределами России плохо. Мигранты, гей-парады, бездуховность. Ну, вы сами все знаете. Наше мнение в том, что путешествия это неотъемлемая часть процветания и прогресса. Если ты видишь, как устроен чужой мир, тебе гораздо проще обустраивать и улучшать мир собственный. Ну, а если где-то действительно плохо, гораздо лучше узнавать об этом самому, а не по пламенным выступлениям людей из телевизора. Поэтому мы придумали следующее. Выбрали классный, и очень важно, непопсовый маршрут по Европе и взяли с собой человека, который не так искушен путешествиями, как мы. Тот, кто смотрел наш выпуск про Колыму, точно помнит Антоху, нашего водителя, очень яркого парня, который появился всего на несколько минут, но покорил абсолютно всех. Антоха живет в Магадане, ему 33 года, и он никогда не был за пределами стран бывшего Советского Союза. Мы проехали почти полторы тысячи километров из страны Басков в Португалию таким образом, чтобы Антоха, житель самого-самого востока Евразии, оказался в самой западной ее точке. У выпуска, который вы сейчас увидите, две задачи. Первая — интересно провести время. Вторая — показать, что мир большой и классный. И гораздо прикольнее быть частью этого мира, а не настороженно смотреть на него из-за забора. Вперед! Антох! Здорово! Антох, ты как? Вообще отлично! Нормально настроен? Настроен? Не боишься Европы? Побежали. Медведи не боятся. Тем, кто не смотрел Колымуру, скажи, кем ты работаешь? Кладовщиком на складе. Так, ну мы тебя помним как водитель. Ну, водитель, да. Я вот. Меня просто знают как водителя, вот и поэтому обратились ко мне, и они были уверены во мне, что я смогу эту поездку в совершенстве, скажем так, съездить, потому что машина всегда как бы обслужена, готова. Плюс навыки вождения, в принципе, довольно у меня неплохие. Во-первых, как твоя работа делится? Сколько дней в неделю ты колдовщик, а сколько дней в неделю ты водитель? Шесть дней рабочих я колдовщик, и один день я могу позволить себе где-то съездить куда-то. Ну, за исключением, когда бывает, что я беру выходной, и то есть у меня получается два дня. Ну, с нами-то было четыре или пять? Это я брал, да, как бы за свой счет отпуск, вот, чтобы свозить вас. И заработать денег. Да. Бельбао такой уютный пенсионерский городочек. Реально, идешь и наслаждаешься. Чипа-чипа-чипа-чипа-чипа-чипа-чипа. Часика два я начну разбираться. Вот это видно, понятно, это кто такие копы. Вот это да. Смотрите, рыба плавает. Смотри, удочку на стайка, видишь он? Вон, смотри, стоит. Ты когда видишь, ты как на женщину реагируешь. Речка такая вонючка течет, и здесь еще рыба водится. Вода-то не прям так сильно уж и прозрачная. Свистунам 32-го зарплата, говорят, плакат. На одном из участков нашего пути градусник за пределами показывал минус 62, кажется. 67 было. 67. Как ты думаешь, это сбой или это похоже на правду? Да, конечно, похоже на правду. Машина вообще колом шла. Как вот Флинстон. Мы ехали как Флинстоны, только Флинстоны были в свои в пещерные времена, где у них не было никакой амортизации автомобилей, и колеса были у них каменные. Вот так же самое машина вела в это время, в такой мороз. Ух ты! А что, можно попить здесь? Можно, да? Да. Хлорки нет. Вкусная вода. Надо набрать себе флягу. Родился же город Желтой воды Днепропетровской области на Украине. Поехал в гости покататься на сноуборде, попробовать, что это такое. Семь лет я уже проживаю в Магадане. Попал случайно вообще. Кент приехал ко мне на материк в гости. Сказал, здесь хорошие лыжи, сноуборд можно покататься. И начальству сказал, я поехал, пацаны, съезжу в Магадан. Но они, конечно, смеялись. Говорили, что это еще невменяемый. На лыжах покататься можно в другом месте. Ну, так я прилетел сюда. Кент меня, короче, киданул на деньги. Мои же деньги, которые я ему выслал. И я, короче, жил месяц на съемной квартире на Тошираке. На газете увидел, о, смотрю, требуется автомойщик. Нищак думает, что там мыть машину. Взял тряпку, швабру и погнал. Устроился на мойку. Платили тысячу рублей за смену. Я понял, надо переходить на новый уровень. Я им налепил именно, что химчистки делают. Хотя не знаю, как их делать. Ну, короче, все сработало именно четко. Начали платить, в принципе, неплохо. Но я понимал, что билеты дорого стоят. Вылететь. Ну, когда у меня уже просто своих клиентов было тьма тьмущая. Мне только хотели, чтобы я им помыл машину. Ну, люди довольны были качеством моей работы. Меня просто начальник увидел, что, ну, реально... А я был на проценте. Там, по-моему, 25% от заработка, что приносит мойка. То, короче, когда я получал зарплату, он мне просто киданул вместо 80 тысяч, он заплатил мне 30. Ну, я ему сказал, «Аревидерчи, азазель», пошел, говорит, нахер. Ну, мне, в принципе, этих денег уже хватало, ну, на билет. И так я пересекнулся со своей нынешней женой. Она как раз тоже заехала на мойку, машину мыть. Ну, и так, ну, на веселе, как обычно, на позитиве. Смех, шутки, праздничное настроение. И все, она говорит, давай, короче, лети, я тебя жду, прилетай. Я же ничего не путаю. До конца 90-х Бильбао был простой, безликой, промышленной дырой. Но что изменилось? Ну, практически, да. В 1997 году мэр города Иньяки Аскуно принимает рискованное решение и принимает предложение фонда современного искусства Соломона Бугенхайма о строительстве музея в Бильбао. Музея современного искусства. Вот это? Да, тот самый музей, около которого мы находимся. И совершенно неожиданно город из абсолютно экономически находящимся в экономическом упадке вдруг превращаются в туристическую Мекку, куда приезжают миллионы туристов. А на чьи деньги это строилось? Города. Города? Город, да. А, то есть, смотрите, у города нет денег. Он, по сути, банкрот. Совершенно верно. Но он находит еще денег? Находит средства, находит возможности для того, чтобы вложить. Совершенно удивительная история. Недавно существует такое понятие, как эффект Бельбао. То есть, это был уникальный опыт, который пытаются изучать, или даже кто-то, может быть, пытается повторить в других городах мирового сообщества, но пока еще никому не удавалось. А сколько это стоило? По официальной статистике, порядка 75 миллионов. Долларов? Да, евро. Евро, да. Но на самом деле эта сумма явно занижена. О, на-на. Ай. Ну, по-моему, как я понимаю, это что-то вроде Нижнего Тагила было. Большой, ну, это промышленный город. Да, металлургический. Металлургический. Вот. А вот нет шансов эффект Нижнего Тагила сделать в России каким-то образом? Туда бахнув. Мне кажется, это достаточно сложная тема, потому что недостаточно построить объект для того, какой-то архитектурный объект, каким бы он ни был, какой бы именитый архитектор этим не занимался. Нужно подумать о том, что в городе должна быть правильная экология, должны быть места для прогулок, набережная, да, совершенно замечательная, открыта. Когда-то эта набережная представляла собой... Она была заводской? Заводской. Это складские помещения, фабрики, огромное количество каких-то наваленных куч угля, мусора и прочего всякого металла, да, то, что... вторсырье, или то, что идет в переработку. И все это выперли за плену города? Все это абсолютно закрыли, убрали из города, а в то время даже белое белье повесить на улице, сушить было невозможно. Оно мгновенно покрывалось черной угольной крошкой и пылью. То есть оно тут же превращалось в серое. 25 лет назад все? Практически, да. Чуть больше. Да, в это сложно поверить. Да, в это сложно поверить, но это действительно факт. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В Москве бизнес-центры уже давно стали важной частью городского ландшафта, а некоторые полноценными достопримечательностями. В регионах бизнес-центры в основном строят по типовому проекту, и поэтому они редко вызывают специальный интерес. Но бывают исключения. Чтобы зафиксировать одно из таких исключений, мы с Серегами прямо сейчас сядем в тачку и поедем в город Тверь. А сделаем мы это на обновленной машине бизнес-класса от Хёнде Саната. Здесь совершенно сумасшедшая история. Ты, когда поворотник включаешь, он тебе камеру включает сразу же. Камеру, что происходит сзади. Типа слепая зона. Это просто вышка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А представляете, если бы не вот это свинцовое небо, анормальное зимнее солнышко. Если у вас есть друзья в Твери, вы наверняка натыкались на вот такой мем. Биг Бен, Крайслер Билдинг, Эйфелева башня и бизнес-центр Тверь. В простонародье его зовут Рюмка. Архитектурный стиль брутализм. Бизнес-центр Тверь самый известный долгострой Твери. Изначально тут планировалась гостиница, ее должны были построить к Олимпиаде 80. Но не успели. После этого стройка встала и разморозилась уже в нулевые. Расконсервировали стройку уже в этом веке. В 2013 году он открылся. Здесь офисы, ресторан, гостиницы и вот это смотровая площадка. Выяснилось, что в Рюмке проходит выставка шапок. И мы сейчас туда зайдем, попробуем найти какую-нибудь кайфовую. Что-нибудь здесь сделать. Например, надеть 13 кресов. Слушай, ну это шапка альфа-самца. Животных нельзя для этого мучить. От Москвы до Твери 2 часа езды. И за комфорт в нашем путешествии отвечала новая Хёнде Сонатра. Главное, что нужно знать про эту тачку. Полностью светодиодная оптика, электронное управление трансмиссией, цифровая приборная панель, проекционный экран и премиальная аудиосистема ВОУС с 12 динамиками. Система обзора слепых зон. И еще у Хёнде появился сайт, где можно выбрать конкретную Сонату и забронировать ее у дилера, который больше нравится. Можно сразу выбрать цвет и комплектацию, не обзванивать кучу салонов и приехать за конкретной машиной в оптимальный для вас дилерский центр. Чуть не забыли, путешествовать классно везде и в Европе, куда мы вернемся, когда эта интеграция закончится, и по Матушке Руси. Все подробности про новый сервис и новую Сонату по ссылке в описании. Мучим туда! Это один из экспонатов Музея современного искусства в Бильбау. Скульптура Ричарда Сера, американского художника, который создал эту работу специально для музея. Эта инсталляция называется «Течение времени». Мне вот человеку, который первый раз, когда человек первый раз попадает в такой зал, и у меня было такое впечатление, что здесь отражается именно наша жизнь. То есть ты приходишь в эту жизнь, ты начинаешь какую-то деятельность, тебя закручивает по спирали, разбрасывает в разные стороны, более спокойно, нет такого бешеного ритма, когда тебя крутят по этому. Затем тебя несет по волне, по жизни, как бы все происходит в порядке, такое продольное течение. Затем закручивает опять, и там дальше есть ровно перпендикулярное движение, тебя останавливает. И у него есть одна из работ, которая была сделана в частном пространстве, на частно открытой территории, и прекрасно в себе существовала, но ровно до тех пор, пока не умер человек, который заказал эту работу в свою коллекцию. И наследники, видя о том, что, по их мнению, не любители современного искусства, пропадает огромное количество земли, говорят о том, что нам не нужны эти железные какие-то конструкции. Вот решается вопрос, что с этим будет происходить. Если бы на металл сдать, можно, я думаю, двушку купить было бы в Подмосковье 100%. Пока дошел, аж голова загружилась. Let's go. Ничего себе, они не рухнуты, конструкции. Это я вообще в восторге. Реально, вообще четко и классно. Но вообще это как-то непонятно. Это просто... Ты идешь, вроде думаешь, ну, с металлоконструкции сделаны, да, прикольно. Но это конструкции просто в такое состояние заносят тебя. Реально, что можно сравнить с таким каким-то, типа, подвыпившим, можно сказать. Ну, реально, просто я аж... Мне понравилось. Очень четко. Вы когда-нибудь были в Магадане? Нет. Нет. Но мне было бы интересно. Я вообще люблю путешествовать. А как далеко на восток в России вы забирались? Я была в Иркутске. Ага. Ты кто? Пес. Пес Мендос. Синий нос. Цветочный глаз. Поливай. Ну, дождь, наверное, поливает. Хорошо. А шею? Кто ему польет? Кто поливает шею, это ему собаки. Это, наверное, единственная собака, которая не воняет. После дождя. Настоящее. Родиковое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я вообще не ожидал даже такого. Вживую увидеть. Но в мыслях было все равно. Но как бы рано или поздно планировал слетать, конечно, когда уже и детки бы подросли. Но опять же, живя по буквам закона, наверное, в таком раннем возрасте тяжело просто заработать, чтобы ты с семьей поехал и мог в свободности отдыхать. Я бы хотел даже, наверное, своим ходом побывать. Ну, своей машиной именно попутешествовать. Но чтобы уже, да, детки, видишь, я же не говорю даже, давай своим ходом поедем в отпуск, ну, вот, хотя бы на Украину съездим, к матери. Она, ну, говорит, что детки маленькие, мы доедем до Якутска, и мы с тобой разведемся. Говорит, я не выдержу. Ну, я как бы и сам понимаю, что действительно, может, детки, знаешь, там, день-два будут хорошо себя в машине везти, а потом еще дней шесть в пути. А самолетовик им дорого по бабкам? Ну, бывает, да. У нас один раз вышли билеты. 180 тысяч. Туда и назад берем. Ну, билеты, понял. Ну, на семью, да. Туда и назад просто. Ты уже просто заплатил за билеты и думаешь, да нахуй мне такой отпуск, блядь. Это же еще с собой надо деньги. Ну, А куда вы так ездили? На Украину, конечно. Деток надо воспитывать, прививать любовь к семье, к родителям, к бабушкам, к дедушкам. Мы не в Бильбао уже. Это окраина. Это уже соседние городки. Вот там уже океан. Серега, я же ничего не путаю. Там океан. Да. Там океан, выход в Бискайский залив. А вот это вот мост. Его устроил один из учеников Эйфеля. Погнали. Смотри, смотри, на берегоночке. Ты за переправу или за пацанов? Конечно, молодежь надо поддерживать. Все, я за переправу. Давай. Спорим на миндальный круассан. Давайте. Гребите круассан на кону. Ой, ну, смотри, главная поддержка в этой сеть. Да, они слышали, слышали. Смотри, они ускорились. Смотри, 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 пацаны выиграли. Да, видел? В тот раз они сгорали. Оп. Опа. Блин, красавчик. Все, разметка понятная, не вот эта. Дороги приятные. Сидишь, просто отдыхаешь. Люди какие-то здесь адекватные едут, поворотик каждый включит. Где-то. Вообще не напрягаюсь, даже не переживаешь, что где-то откуда сейчас носорог вылетит, блядь. Либо какой-то черт по встречке летит тебе, блядь. Видно, что здесь, блядь, другая цивилизация. Антох, ты смотрел «Игры престолов»? Частями. Частями? Да. Короче, вот это место я тоже не смотрел, но Жундос, мне кажется, в целом поехал с нами. Это главный фанат «Игры престолов» в нашей команде. Он поехал, чтобы увидеть вот эту историю. Это место, где жил один из кланов и блондиночку, помнишь? Дайнерис. Вот она отсюда вылетала на драконах. Так, Жундос? Вот, я не соврал впервые. Здесь была одна из ее спален. Сейчас, если что, 25 градусов тепла, и мы пользовались кремом только что. И ты же, пока мы сюда ехали, показал, что происходит дома. Да, уже снежок начал сыпать. И что, вот этот снег будет лежать до мая? Все, да. Как ты приукал? Вообще, приукал легко. Вообще, зима мне было вообще как второе я. Так. Футболочка, курточка, не мерз даже. Но спустя где-то года три, наверное, я уже начал одевать под курту свитерок, арменкины три кошки. Начал мерзнуть. Я думаю, может, неужели так старость рано подходит. Но понимаю, нет, еще и 30-ти не было. Так. Я понимаю, что все, наверное, хватит с меня зимы, северов этих. Надо стремиться и уезжать, наверное. Блин. Тепло. А это же грустно. Почему? Ну, прикинь, у кого-то нет возможности уехать. Так эту возможность надо создать самому, наверное. Не сидеть же с неба, ждать, пока тебе прилетит эта возможность. Надо что-то делать. А как ты думаешь, сколько народу вокруг сейчас думает, что мы снимаем интервью с человеком, который снимался в «Игре престолов»? Играет музыка. «Играет музыка». сидр о а почему пробка не закрыт она есть имеет две дырки сидр здесь не газированный и сделан натуральным способом и очень важно чтобы он в процессе когда ты его наливаешь чтобы он окислился и были пузырики обогатился кислородом да 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 то есть когда происходит немножечко приятного аппетита ну значит обычный класс да это гаспачо гаспачо это суп из томатов холодный суп из томатов только здесь еще добавлен сок свеклы поэтому она имеет такой цвет и немножечко вкус в испании есть такое понятие как компартир то есть люди едят из одной тарелки а в троем мы можем за конечно я вот я за такое то есть называется компартир компартир разделить на компанию больше буряка отдает чем томата буряка ну да это буряк это свекла я так понимаю он чуть-чуть под градусом да да алкогольный напиток 6 градусов а да конечно же так римляне чуть-чуть до 62 градусов нагретая фуа-гра здесь нету ничего только флажка и ее лишний жир и он ушел немного соли и все давай с богом очень мощный сильно очень мощный вкус на что похоже антон на вкусную еду почему вот такую соль допустим используют когда они зацепили а мы вчера с перцем ели то есть ты берешь кусок мяса жареного ну то есть мясо с кровью один кусок съедаешь без соли а второй с крупной соли чтобы она была очень важно чтобы она была не не поваренная и одирована и а соль которую добывают нормальным натуральным способом собирают соль и вот эти кристаллы чистый чистоган да и когда у тебя есть эти кристаллы когда ты ешь хрек этот кристалл соли и он получается эффект такой как петарда и усилитель вкуса у маме сразу же бах у тебя во рту взрывается вкусом вот такой вот эффект получается дмитрий вы понимаете что у серег которые голодные все это снимают сейчас обморок случится если в какой-то момент рухнут камеры просто на сравнении с петардой а плохо стало даже мне при том что я это ем пацаны простите но это реально очень вкусно а у вас там какие продукты продукты ну вот из-за рыбы понятно что у вас есть грибешки и у вас есть устрицы рыба вот рыба основной это красная рыба нерка горбуша кита кижич и у вас еще наверно есть же там реки озера конечно вот там у вас вкусная щука хариус хариус вот хариус это вообще да какое нахуй ембель помидоры стоят ты говоришь 700 рублей у вас 700 800 черешня зимой стоило 6 тысяч было 6 тысяч рублей килограмм малина 4000 килограмм например вот такой обед может позволить себе обычный трудяга который здесь работает живет посмотри какие цены на все каждый пинчат стоит три десять три пятьдесят четыре евро то есть средняя зарплата тысяча восемьсот евро раньше им платили трешку вот дальнобойщиков но это не семьи никого нет семья на трассе по дороге в любой кафешке вы когда-нибудь были в магадане самый восток до которого вы добирались в россии я был один раз это было в девяностых у меня угнали машину и нашли ее через два года или через три в нью-нюре нерингре в нерингре и нашли и это было конечно самые 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 странные путешествия моей жизни потому что мы ее забирали на границы зимы и весны когда вот вот это вот дорога ледяная она отчасти где-то уже растаяла и это был вообще это был такой трэш то есть это было самое забавное мое путешествие на машине насколько люди здесь относятся позитивно к детям то есть ты можешь реально ребенка у меня жена но как любая женщина то есть как бы если она потеряла из вида ребенка она сразу же бежит где чё как а я вообще не спокойно не дергаюсь потому что я понимаю что здесь ребенка но просто если его кто-то обидит то и этого человека просто через пять секунд его просто разорвут на части если у нас так относились тотально к детям не к своему конкретному ребенку а вообще к детям то что то я думаю что город бы совсем кардинально поменял свое лицо то есть люди вырастали бы другими ну и дети бы вырастали другими но и соответственно то есть это же не может ребенок относиться к ребенку так с таким пиететом да дети они между собой как правило имеют все время конфликты да вот это же идет от взрослых ты вполне тоже рассказывал как познакомился с женой во первых как ее зовут наталья наташа вы познакомились у нее уже был ребенок да тебя это смущало вообще нисколько если я почувствовал что наталья вот это моя в та вторая половина то все что связано с ней ну не в любом случае я это приму как как свое вот я даже ни капельки не жалею ни о чем как зовут ксения ксения сколько лет было когда вы познакомились шесть долго находили общий язык нет вообще быстро ну я как бы вообще с детьми я очень хорошо ладю как ты думаешь почему не знаю может потому что как-то воспитанная на так или может потому что сам как ребенок кстати может быть да в какой-то степени сейчас ксюхе получается сколько 14 летом было паспорт получила она подросток офигеть время вообще вода она считаете батей я думаю папой наверное ну считает но не обязательно я говорил ксения ну у тебя есть как бы отец и но они очень хорошо общаются я говорю ксюш я не претендую например что ты назвала меня там папой отцом ну мне достаточно будет того что ты уважаешь мой труд то что я делаю для вас не этого будет достаточно а как она тебя называет антоша это называется трипа бакалау трипа как правило это желудок коровы а это некая пленка которая отделяет кость хребет бакалау от кишок антох можешь просто из-за себя из-за меня за вот это вот за вот этого москвича блин кисейного я еще скажу вот это вот это вот это реально очень вкусно для меня какой-то туберкулезную соплю влотнуть после семи лет жизни в европе у вас есть понимание почему у нас не так как у них им абсолютно все равно что происходит там в испании в городе в районе им очень не все равно что происходит его конкретном там магазине или в его конкретной фирме ему вообще не все равно ему очень не все равно а вот все что происходит там ему абсолютно все равно то есть они заточены на конкретное что вы хрим из лея что в их дворе а мы больше о глобальном ну мне кажется да а спасение души ну и вообще у нас страна большая у нас все вот такой вот прям такое все большое всего много а по По сути, конкретным никто не хочет заниматься. На что это похоже? Сразу, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте, с Богом, ребятки. Похоже на какое-то жирное мясо, зажаренное, так, чтобы не очень страдать из-за того, что оно жирное мясо. Боковина свиньи. А, свиное ухо. Это свиное ухо, точно. Тебе как? Ну, вообще. Твоё? Отлично, да, родное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Тихо. Океане. Тихо. 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 Ух ты! Тихо. Травка такая вообще зачетна… Олег! Антох, как у тебя с футбиком? Ну, в своей молодости ходил даже на секции по футболу. Смотри, почему мы здесь. Мы в Авьедо, и вот этот футбольный клуб – это один из примеров того, что футбик может быть прям очень народным видом спорта. Если я ничего не путаю, в 2011 году у них была совсем жопа с деньгами. Им нужно было почти два мульта евро. И если бы они там за какое-то время его не собирали, то все, клуб бы закрывался. Они тогда играли в третьем или в четвертом дивизионе. И что они сделали? Они попросили болельщиков задонатить им деньги, собрать деньги с болельщиков, причем не обязательно Авьедо. Они просто сказали, покупайте наши акции, будете владельцами акции клуба в обмен на денежку. И они собрали в итоге нужные им два миллиона евро, и продолжили существование. И почти 300 человек купили эти акции. Это были люди из России. И вот человек, благодаря которому в России движуха началась, после которой стали покупать акции болельщики российские, сегодня здесь, и он нам проведет экскурсию по этому стадиону. Самый крутой чувак — это журналист газеты «The Guardian» Сид Лоу, потому что он бросил этот клич на весь мир. И он написал в Твиттере, он обычный житель Лондона, который некоторое время жил в Астурии, и он решил спасти этот клуб, за который он болеет. И он начал писать в Твиттере, везде сигнализировать, сделал хэштег «Сосреалавьедо» и стал писать всем, что «Ребята, давайте срочно покупать акции этого клуба, иначе клуб просто исчезнет». Исторический клуб, который воспитал Хуанамату, Сантикасорлу, Мичу, очень важных игроков, которые тогда были звездами английского чемпионата, что он просто исчезнет. И вот я, прочитав это у Сид Лоу, решил это ретранслировать на российскую аудиторию, и, соответственно, был одним из многих людей, которые тоже распространяли этот сигнал «Сосреалавьедо». Я сам купил одну акцию за 12 евро, но поспособствовал тому, что другие люди узнали про это. Если честно говоря, об акциях — это чистая благотворительность. То есть понятно, что мы акции не будем продавать потом. Там было указано в этой системе, что если ты покупаешь 4 акции, то у тебя будет право голоса на собрание акционеров, что ты якобы будешь влиять на лестность клуба. Понятно, что все это более-менее формально, и на самом деле это была чистая благотворительность по спасению исторического клуба. Ты же фанат «Авьеды» с детства, ведь так? Да, я родился здесь, и я вырос здесь. Это мой город и моя команда. Для меня это лучшая команда в мире. Было время, когда ты мог перейти в спортинг из Хихона. Это ваш сосед и главный враг. Расскажи, почему ты не перешел? Потому что я из «Авьеды», и это моя команда. Я тогда играл в «Сельте» из «Виго». Это была вторая лига, а спортинг — в первой. И он сделал нам предложение. Клубы уже обо всем договорились. Но я подумал, поговорил с семьей, и мы решили — нет. Мое сердце синее. Играть за нашего главного соперника я не смогу. Это просто невозможно. Больше денег, больше интересных матчей. Но ты все равно отказался? И контракт на пять лет. Но я отказался. Это баннеры группировок фанатских? Да, «Си Макьяри» — это называется местная фангруппировка. Одна из самых мощных в Испании. И вот здесь их баннеры. И, кстати говоря, я вообще влюбился в «Авьеды» где-то за 2-3 года до того, как произошла вся эта история с акциями. Я был в командировке в Хихоне на матче «Спортинг Хихон» Барселона. Встретил там Сидлоу, корреспондента Гарзи. Он мне сказал, что «чувак, на следующий день здесь астурийское дерби». Какой астурийское дерби? Он говорит, на следующий день в «Авьеды» играют «Авьеда» и «Спортинг Б». То есть дубль кихонского «Спортинга». Он говорит, что это супер принципиальное противостояние. Ты обязан его увидеть. И он буквально притащил меня сюда. И я вообще совершенно не пожалел. Я помню, здесь шел сильнейший ливень. Было полстадиона. И настолько мощно фанаты и болельщики поддерживали команду, что это просто было до мурашек. А это особенно какая-то история? В Испании не так болеют обычно? За Барселону и Реал не так топят? За Барселону и Реал Мадрид топят очень скромно, потому что там в основном туристы. А вот здесь настоящее испанское боление. И потом, когда уже «Авьеда» спасся, когда все деньги были собраны, через 2-3 месяца после этого здесь был слет акционеров. У Реала «Авьеда» был день рождения, и Реал «Авьеда» предложил всем иностранцам, кто может приехать сюда и организовал для них праздник. Это было потрясающе. На этот раз была игра с дублем «Атлетико» в Мадрид. И «Авьеда» выиграл 2-0, и все иностранцы были здесь. Почти никто не понимал испанский язык. Здесь были австралиец, полячка, очень много британцев. И мы все были на фанском секторе. Все кричали на испанском, которое большинство и при этом не понимало. И я помню, в самой концовке на 83-й минуте в эти ворота «Авьеда» наконец-то забил гол. И тут была такая куча «Мала». Я тогда носил очки. И, в общем, когда мы праздновали гол, мне их поломали. И, кстати, когда я первый раз был здесь, мне их тоже поломали. Вот мне два раза ломали очки, и два раза на этой трибуне. Теперь я сделал лазерную коррекцию зрения, и могу болеть за Реала «Авьеда» без угроз травм. Ты набухался в тот день? Да, я сейчас занимаюсь бегом, а тогда не занимался, поэтому не упускал возможности вопить Сидро. Люди в России знают об «Авьеда» только по одной причине — из-за Виктора Анопко, который играл здесь на протяжении 7 лет. Ты помнишь его как болельщик? О, да, очень хороший игрок. Для меня это один из лучших футболистов, которые когда-либо играли за «Авьеда». А помнишь его прозвище? А, «Осминог», да! Он очень высокий, играл в центре и защиты, и полузащиты, и забирал много мячей. То есть как будто везде. Слушай, Станя, а что ты в футбол не играешь? Не, я просто занимаюсь бегом, поэтому я очень боюсь получить травму. Вообще легкая атлетика, она как бы скучная для просмотра, но почему-то в других странах легкотлетические соревнования собирают полные трибуны. А в России там, кроме родственников, никто никогда не приходит вообще. Я понимаю, как бы смотреть, как люди бегают по кругу, вообще не очень интересно. Но участвовать – это просто здорово. Когда ты понимаешь, что ты просто на 100% выплескаешь все свои силы, и ты делаешь абсолютный максимум. И просто это такой… Знаешь, я перфекционист, и для меня просто это рай перфекциониста, понимать, что я сделал абсолютный максимум, и чтобы быстрее пробежать было просто невозможно. Что я не зря тренировался несколько месяцев подряд ради одной гонки, прям желтую гонку – идеально. Это просто такой кайф. Осталось только попасть на Олимпиаду? Да, да, да. Мечта есть? Мечта есть, а вот возможности. Понимаешь, проблему? Если бы я с 15 лет до 30 не бухал, а занимался спортом, то, может быть, я куда-нибудь бы и попал, ну, не на Олимпиаду, а каких-нибудь больше. Ну, хотя бы, да. Поскольку взялся здоровый образ жизни только в 30 лет, то у меня уже как бы поздновато. Ну, а дети есть? Нет. Нет? Вот тоже с детьми тоже поздновато. Поэтому, ну, просто видишь, знаешь, 10-30 лет еще не поздновато. Ну, в 50 лет идти на выпускной, я думаю, для меня бы это было поздновато. Я просто, к чему, что можно, вот, появятся дети, и ты можешь просто свою точку зрения доказать, что давайте заниматься спортом именно с самого детства, и тогда вы что-то уже... В 20 вы уже чего-то добьетесь, каких-то, наверное, медалей. Правильно? Классная идея, но я боюсь, что не будет своей точкой зрения, и... Ну, эту точку зрения... Слушай, папу. Надо как-то убедить, не диктор сказать. Молча. Молча? Любящий родитель не пожелает для своего ребенка разги. Поэтому вот почему нас воспитывали, мне хватало взгляда отца. А вот моя мама была супер-демократом, она всегда спрашивала мою точку зрения, и, вы знаете, я не уверен, что она была права, когда так делала, и, наверное, вот поэтому ты и бухал. А где Магадан, ты знаешь? Около Гонконга, где-то вот здесь вот. Вот здесь, да? Вот твой вариант здесь. Антох, где Магадан? Покажи, пожалуйста, на картину. Он же находится на берегу Охотского моря. Сань, ты, если знаешь, можешь определить, где здесь хотя бы находится Охотское море? Вот здесь моря, здесь моря нет, насколько я понимаю, под моим пальцем. Ты знаешь, я побывал где-то в 40% регионах России, но самое позднее, где я был, это Омск. Антох, где Магадан? Покажи. Камчатский полуостров. Тонкие намеки. Вот. Вот он. Полуостров? Мы увидим, что тут нечеткие границы. Это какая-то хуевина. Вот он. Так. И тут же острова Курилы, которые японцы хотят отжать. А Магадан находится вот здесь. Вот тут где-то. Почти угадал. Всего 2,5 тысячи километров. 2,5 тысячи километров мимо. Зачем ты это делаешь? Чтоб все мышцы были лучше готовы к бегу. А зачем ты это здесь делаешь? Потому что у меня такая дурацкая традиция. Я так же делал на Стягу Бернабеу, на Висенте Кальдероне, на стадионе Ванда Метрополитана. То есть ты как бы мечешь территорию так, как подписать, да? Нет, просто нам сказал сотрудник клуба волшебные слова, что вы можете делать на поле все, что хотите. И я, когда первый раз такое услышал на стадионе Атлетика, я подумал, что я хочу. Я повисел на перекладине, а время еще есть. Я не понимаю, что я хочу делать. И я решил, что я буду делать планку. Почему нет? Да, это мужичок такой и знакомый юрец, который ну вообще реально по жизни веселый человек у него. Наверное, можно сказать, я так на него смотрю, наверное, думаю, может быть, я так в старости буду выглядеть, как он. Вот он мне просто рассказывал случай, как он в шашлычке просто не потерялся. Он вообще любитель танцпола, как говорится, в Иске Кола, королева танцпола, да? Юрец любитель поплясать даже вплоть до того, что никто на танцполе не танцует, он может выйти и сам поплясать. И наступает такая песенка, знаешь, медленная, медлячок. Он такой говорит, ну там, он такой смотрит, за столом сидит компания девушек. Он такой подходит к девушке и такой говорит, можно с вами потанцевать? Она, ну, как бы, знаешь, вот, да, стол, ну, и сидят, ну, видно, что, ну, ну, девушки сидят, ты же не видишь, что там. И девчонка спрыгивает, и она оказывается, как бы, карлика. Но Юрец не потерялся, он красавчиком просто оказался. Он становится на колени и начинает танцевать с ним медленный танец. На колени? Да. Какой красавец. Просто, да? Мужик, блядь. Вот все были такие, которые, не важно, каким ты ростом, ну, хочешь потанцевать, пляши, хоть на колени. Так, пацаны, давай. Неплохо, он все на веру. Анто, хватит? Заморишь червячка? Я и мой желудок. Обстановка, еда, сизор, самое главное сизор. Пол бутылки на пол, все остальное, если попал в этот стакан, заебись. Я просто занимаюсь бегом. Я сейчас занимаюсь бегом, чтобы все мышцы были лучше готовы к бегу. Пей на дна, пей на дна, пей на дна, пей на дна. Выбирайте один. Здесь сейчас День Святого Матвея. И здесь праздник уже 8 дней, по-моему, шестой день подряд мы присоединились. Шестой день. Да, мы на шестой день присоединились, и это обалденно. Даже Антохе впервые понравилось, да? Офигенно. Саша бухой, если что. Он выпил сидора, и сейчас будет планку. Вот здесь вот тысячи человек, которые бухают, отмечают День Матвея, а Саша будет планку делать. Давай, мы засекли. Давай. Локти болят из-за того, что... Че, мужик, да? Красавчик, да сказал, сделал. За Колымо. Магадан! Здорово, братан! Ты даже в Европе, как и я. Мужик, дай пять. Красавчик. Ну давай, ладно, я пошел отдыхать. Нет времени просто. Я попител бы, чтобы в Магадане на рыбалке увидимся. Давай. Когда мы ехали по Колыме, мы поняли, что в целом-то, вот, хозяин региона — это медведь. Самое опасное, самое страшное животное, которое можно встретить. Да, так и есть оно. Ну, этим летом мы на рыбалочку поехали. Речка, вот, я стою на этом берегу, а на следующем, ну, на противоположном берегу ходил медведь. Ну, он такой двугодовалый, пистун. Там плес такой красивый был, там, рыба прямо так. Ну, то есть воды вот так, понял? И так, рыбка. И он там прыгал, ловил рыбу. Раз он переплыл на нашу сторону, ну, так метров двести, может, понял? На нашу сторону переплыл, такой, выглядываю с удочкой, стою. Он там что-то походил, опять переплыл, думаю, ну, все, ходи на том берегу, чтобы я тебя видел. Тут такой наступает момент, понял, что я вот кручу такую, ну, вот, катушку, понял, ну, удочка-леска. Такой, блядь, а где медведь? Говорю, Колян, где медведь? Это херус? Нет, ну, нет, ладно, может, шел куда-то дальше. Приходит буквально минут пять, наверное. Знаешь, как мне вот рассказывали, когда медведь тебе смотрит в спину, ты же чувствуешь это, понял? Я такой, реально стою с удочкой, чувствую, как будто мне кто-то спину сверлит. Ну, понял, взгляд как будто, я такой, поворачиваюсь. Ну, где-то метров в трех, такой бугор такой. Трех? Ну, да, три-четыре метра, может, где-то, и травы, понял, где-то, ну, вот, столько вот так. Такой ебал. Во-первых, мне смешно это было, как это он так выглянул. Ну, прикиньте, эти уши кругленькие, маленькие. Я говорю, ну, пошел отсюда. Сам такую удочку, думаю, блеснаж, надо дотянуть удочку, понял, что паниковать, если он вышел. Раз удочку положил. Такой, смотрю, его нет. Ну, взял пару камушков, покидал туда, в траву. Тишина, думаю, пойду посмотрю, где он ходит там. Такой, раз туда, чуть-чуть, а, смотрю, а у него там тропа своя натоптанная. То есть он по берегу ходит, ищет, где ему спрыгнуть, рыбу славит. Стоп, ну, у тебя оружие было с собой? Ты почему себя так спокойно чувствовал? Да, у меня был пистолет, вот он. Не было ничего. А серьезно? Серьезно, я думал. Так он же тебя убьет. Ты ему рыбу дам. Я бы ему сказал, стой, подожди, не паникуй, сейчас я славлю тебе рыбу дам. Да, вчера, конечно, мы, блядь, налезали. Сидора неплохо так. Но чувствовать себя пьяным вчера я не ощущал. Я ощущал себя подвыпившим, хорошим настроением. На утро-то я встал бодрячком. Ни помутнений, ни кошачьих какашек сорта. Не было ни малейшего намека на какой-то странный, стрёмный боду. Сидор, именно, я так понял, это был настоящий сидор. И специфически, конечно, они его наливают, чтобы напиток именно распробовался так вкусно. Санючий, конечно, тоже. Я бегун, я там олимпийц, я вообще четкий бегаю, я не пью. Но вчера я увидел его темную сторону. В общем, Саня вообще классный. Серег, засними, сейчас пятнышко будет. Смотрите, пятнышко российской. Все. И дальше опять, опять дальше сухой асфальт. Как? Впереди идущие машины, что из-под нее не летит из-под колес никакого шлейфа воды. Обратите внимание на наши дворники, которые еле успевают смывать эти капли дождя с нашего лобового стекла. Сергей, вы пять раз проходили путь Святого Иакова. Ну, на самом деле, да. Для меня тоже это, скажем так, в новинку. К этому у меня привела моя жена, потому что я раньше в Европе везде был, но до Испании никогда не добирались. И она предложила, она знает мою любовь просто к горам, мы там любим зимой кататься. Говорит, а поехали летний такой трекинговый поход я тебе устрою. Она сама историей занимается. Говорит, я вот изучил, есть такой путь Святого Иакова. Я не религиозный, но вот трекинг прям самое оно будет. Регионы изнутри посмотрим, жизнь как люди. И это настолько изменило. Вот в первый раз мы просто с друзьями ходили. Маленький получился отрезок. Мы городский путь выбрали, сто километров, но мы были так довольны и горды собой. Зафиксируем. Сто километров в пехом. Да. Сколько это занимало вас времени? На самом деле, в первый раз семь дней шли. И то мы думали, мы безумные молодцы, там вообще с ума сошли, потому что с рюкзаками, и впервые там по горам так рискнули. Так, это в среднем 17 километров в день. Ну да, на самом деле. Ночевали вы в палатках? Альберги. Когда паломник отправляется в путь, он получает паспорт. Он в каждой точке, как квест, делает печать. Печать можно получить в храме, можно в баре, можно даже в забегаловке, а можно у пожарников получить. И во всех этих местах тебя будут рады приветствовать, и даже предоставить и ночлег, и покормить с удовольствием. У них очень это поддерживает, все это. Последняя печать обязательно была в храме Компостелла уже. Который на центральной площади города стоит? Да, именно там. Был ли момент, когда вы полностью прошли путь? Полностью. Это у нас мечта, но мы на самом деле на старости откладываем. Это 800 километров. Надо выходить из Франции. Месяц — это минимум самый. Надо выйти. То есть никакая работа на самом деле не позволит, если только гигантский отпуск взять. Ну или пенсия. Ну или пенсия, на самом деле, да. Немцы. Ай, как я тащусь по немцам? Именно мерседесикам. Почему страна, которая проиграла войну, в такие годы делает такие автомобили? Я ничего не путаю, что популярность этого маршрута была восстановлена благодаря Павлу Каэлью. Один из. На самом деле сейчас, кроме Павла Каэлью, еще есть несколько фильмов, которые зарубежные. Есть фильм «Путь» так и называется. И там, на самом деле, немножко грустная история, что сын отправился в путь, но он на Пиреневские горы, он там упал и умер. Собственно, его отец решил пройти за него до конца путь и в фейнстере развеять прах. И вот это рассказывается его фильм о нем. И недавно еще вышла книга немецкого комика, который просто решил все бросить. Переосмыслив свою жизнь и отправился в путь, ему посоветовали. И он там описывает все свои страдания. Сначала как не понимал, зачем я сюда попал, зачем мне это все. И в процессе он прошел полный путь. И вот это весь переосмысление, как он менялся, идеи богатых новых в нем появилось и вернулся. Собственно, и более сейчас знаменитый стал от этого. В самом «Сатьяга де Компостел» мы видели много людей, которые и по глазам видно, как они устали. И обувь. Они не могли уже быть находиться в обуви, в кроссовках, они в шлепанцах были все. Что чувствуют ноги, когда ты втопил за 10 дней 300 с лишним км? Первые пару дней ноги просто отваливаются. Ты сначала входишь в ритм, и всегда берут с собой две пары обуви. Обязательно трекинговую, потому что через тяжелые переходы. И какие-нибудь кроссовки, чтобы можно было спокойно потом по городу гулять. Вечером, когда снимаешь, это блаженство страшное. Самый кайф, да? Самый кайф. Уже пришли, скинули, и все. Полностью расслабление идет. Но когда люди доходят именно до Компостел, и приходят, действительно, там обувь снимают, они... У них находят, на самом деле, просто полная растерянность, усталость, потому что они не знают, что делать дальше. Они столько шли к этому. И неожиданно все прекращается. Все. И не знают, куда дальше. И поэтому многие продолжают путь, отправляются в Финистеру. Еще несколько дней пути, чтобы красиво завершить на краю света. 70 километров. По легенде, там же люди доходили, и тоже то ли от растерянности, то ли от чего-то еще сигали с этой скалы. Есть история, что когда они доходили до конца, они там подбирали ракушки. Допустим, те, кто... Собственно, из-за этого появился знак Сантьяго, ракушки с собой носить. Потом кто-то начал оставлять вещи с собой, ну, чтобы заканчивать красиво. И действительно были те, кто просто скидывался, чтобы они не знали, что делать. Край света, все, для них это наступал конец мира. Но время сейчас уже другое, сейчас просто оставляю эти вещи, к примеру. То есть просто оставили и пошли обратно? Ботинки. Вот чаще всего ботинки встречаем. Если несколько лет назад я такого не видел, то сейчас уже увидел готовые туры. Люди скидывают рюкзаки и просто идут пешком. А рядом такси проезжает, отвозит до конечной точки их вещи. Ну, это неинтересно. Это и не испытание себя. Ну, они просто идут, посматривают, да, интересные виды. Но они мало общаются. Прямо группками их ведут, там, гид, что-нибудь рассказывать в округе. Посмотрите сюда. Это такое, это там историческое, это такое. У них нету этого опыта. У них нету боли в ногах. Они там не постучатся там вечером, там, не знаю, пожаримелитесь, можно ли у вас переночевать? Ну, нет таких у них историй, конечно. Вы ночевали у пожарных? Жена очень порывалась. Она сказала, для меня это так интересно, давай. Но он договорился, на самом деле остановились в монастыре. В такой средневековом монастыре в келье нас остановили. Без денег? Без денег. Собственно, паломников везде встречают, доброжены, они обязательно накормят, вином напоят, чтобы, потому что это очень тяжело и очень больно, конечно, под вечер походить. Это анестезия. Они так называют анестезию. Более того, даже в Голесии там же вечные дожди идут. И нас дедушка, который приютил, утром нам принес такой вот, ну, не знаю, он сказал, впервые, по-моему, из таких русских, вспоминал Ленина, всякие старые истории, и назвал, какой-то желтый ликер принес, сказал, это водка, это же водка. Мы понюхали, говорит, ну какая-то водка? 20-ти градусный ликер, медицина, медицина. Я, на самом деле, там веганское количество возраста назвал, сказал, почему здоров? Я всю жизнь медицина. Вот в таком регионе они только так и живут, но никогда не дашь ему, на самом деле, сколько он выглядит. Пенсионеры, что очень сильно мне понравилось, что пенсионеры, они тоже туристические поездки, туры организовывают, они сами, но приехали отдыхать в эти места, и они такие бодряковые, они могут себе это позволить, вот меня сама больше это удивило. В Бильбао, конечно, впечаталось, сильно это в первый день, который мы приехали в тот город, из которого вся началась поездка, что реально, пенсионеры на колясочках едут, кто ходит пешком. Кстати, да, вот пенсионеры все и шли вот за руку, что вот это, наверное, те люди, которые прожили всю жизнь, и они даже в старости держатся за руку, у них есть какая-то, видно, любовь, не так, как у нас даже тут половина, наверное, молодежи за руку и не знают, как держаться, либо просто им стрёмно, знаешь, что типа скажут, о, обсудят, о, какую-то тёлку стрёмную выбрал или ещё что-то, знаешь, а это люди, пенсионеры, и да, вот за руку держать, они, в принципе, везде, наверное, они таки ходили, я видел, туристические автобусы, таких сколько, их там, наверное, штук, пять, наверное, приехало или шесть, и выходили, в принципе, одни пенсионеры с чемоданчиком, и они видно, что они в турпоездке находятся, и вообще я просто рад за них, что вот люди, которые работали всю жизнь и могут себе, выходя на пенсию, могут позволить себе путешествовать, чего, конечно, у нас нет такого, наверное. Нельзя, наверное, да? Поэтому надо учить языки молодежи. С интересным сажмуром. Сколько же там трупов перевезли, интересно. Нигде крестики не ставили на машине. Я просто восхищаюсь немцами, да, месседесами в основном. Смотри, они там машины лохматых-то годов, и с каких материалов они сделаны, салоны кожаные. В то время, когда у нас просто автоваз, нас вообще просто, по сегодняшний день, он один и тот же. О, так это истинный бухловод. Самый настоящий. Откуда у тебя свитер такой модный? О, это мой хороший, хороший друг. Привез его из Франции. Из Франции? Да. Вот. Подарил. Ну, я не разбираюсь в этих вещах, я не знаю. Ну, подарок я всегда принимаю, не смотрю, какой настоящий, либо поделег. Главное, чтобы он выполнял свою миссию. Если это свитер, ты одел, и в нем должно быть теплее, нежели футбол. Вы когда-нибудь были в Магадане? Нет. Самая восточная часть России, в которой вы бывали? На Чукотке. Что вы там делали? Я проходил производственную практику, провел там 4 месяца в поисках золота. Нашли? Да, на самом деле. Ну, с собой не дали, там вымывали все, но действительно много нашли. Это практика в универе была? Да. Понятно, что это начиналось как религиозная история, а сейчас это туристическая история. В России хоть как-то это возможно? Я про путь Святого Аква. У нас, на мой взгляд, по крайней мере, есть золотое кольцо. Почему? По нему просто ездят. Как вариант, можно предложить, чтобы по святым местам каким-то таким проводили, но нужно обеспечить все-таки как-то безопасность и в структуру, чтобы... А там у вас нет вопросов по безопасности? Там с детства людей просто не привыкают, что паломник, это надо ему помогать всегда. Они очень верующие и поддерживают, и государство тоже поддерживает это направление. Для них это гигантский туризм на самом деле тоже. А, ну то есть со светскими целями они это делают? Они, да, но вот и простые люди уже, мне кажется, больше по религиозным причинам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот одно из доказательств. Вот самый край. Те люди, которые здесь родились, они каждый день, наверное, это все видят, эту красоту. И для них, наверное, это видят туристов. Все фото. Что вы фото здесь? Самое красивое из тех, что мы видели? Ну, пока здесь, да, он занимает, наверное, первое место. Именно как город. Вот пляж, Сон Себастьяне больше. Мы здесь пляжа где-то не видят, но вот как город, да, первое место. Вывеска Порту была. Ну, как вывеска? Стелла или как ее назвать? Где все фотографировались. И я просто увидел, что что за очередь перед этой вывеской. А потом понял, что это люди просто, ну, встали и ждут своей очереди, когда сфоткаться. Не лезут все, как обезьяны на одну пальму, вот так скажем так, за бананом. Все понимают, что если все толпой пойдут, то у тебя фотка будет. Я сижу на вывеске Порту, здесь там Вася стоит, тут Петя, там Зина. А так вот, вывеска «ты» и Порту. Вот это мне тоже понравилось. Все по-любому, Порту, значит, сегодня будет рванину устраивать. в Амад différent activities Сергей Мариевой Вот у пат jeżeli как поешь? Стериус�ugal директора А ты пишешь тогда что-то? Название команды? Повтор не увидишь. Не покажет повтор, страстный враг. Облом, да? Да. Все, про Афкал, не увидел, как кто забил, и все. Без ними нагружал. Только аплодирую. Алло, слышно? Играл там, понял, в Портуру. И команда, короче, с островов перенадила. Ну, тоже считается, португальские. Правильно ждать? Азорские. Чего? Азорские острова. Азорские острова, понял. Кричу, они между собой играли. Короче, там стадион, понял, такой, что все желтые воды, население желтых вод может разместиться. Так собрал все желтые воды и сидишь смотришь. Так, кто тут у нас? Ха-ха-ха-ха-ха. Че там, карапузы? Ага. Че, ясно, давайте, ты занимайся там. Карапузам привет. Ага. Европа. Ну, мне кажется, это много переселенцев. Это вот эти, знаешь, мусора много. Там, ну, такое, знаешь, потому что откуда это беженцев побежало много. Из Сирии. Из Сирии, вот. Я представлял, что Европа — это, наверное, все это. Просто такая именно помойка, где все собрались и так все, вот так, знаешь. Ну, слышал, конечно, что там цены, ну, на продукты дорого, но, опять же, у них же и зарплата выше. И слышал, что дороги там отличные, в чем я убедился сам лично, что аж действительно нудно ездить по таким дорогам. Это надо иметь, наверное, привычку. А про мигрантов и все остальное ты откуда слышал? Из телевизора? Да. Че еще в телеке про Европу рассказывали? Что там геи ходят, где мы, сколько проездили, и я ни одного не увидел. Может, они так скрыто как-то это все делали, но я не увидел. Дома все нормально? Да, все отлично. Карапузы здоровы. А не в курсе, куда ты ехал? Конечно. Не, карапузы точно не в курсе. Ну, старшие-то знают, куда я уехал, а мелкие — Нинта. Папа уехал, мама уехала. Я когда в Хабаровск уезжал, уж номер там сняли с джакузи-то. Короче, вечером набираю полную ванну, залазил. Ну, гель, ну, вот этот в тюбе, конечно, там он был одноразовый. Чик-чик-чик надавил. Включил вот эти потоки, ну, с пузырями. Там тоже такой путь управления. Такой лежу, как папе, и видео снимаю, понял? Отправил к жене, а она показывает детям маленькие. Дети, когда все, мы хотим папе в такую ванну, в пузырьки. Не месяц лоску выносили. Папа, купи такую ванну дома, пацан. Чего семья спрашивала тебя, когда ты по телефону общался с ними? Спрашивала, как я, как все нравится тебе или нет. Наташа была когда-нибудь в Европе? Нет. Но будет. Теперь я знаю, что будем обязательно. Мы находимся с тобой в Назаре. Это супер-известное место во всем мире. Потому что сюда, конкретно вот сюда, приходят самые большие волны в мире. Вот туда? Да, вот туда за маяк. Потому что здесь такой кленовидный каньон, который позволяет всей энергии с Атлантического океана, от больших штормов собраться и подняться наверх. Не распластаться по океану, а подняться наверх в высоту. И поэтому конкретно здесь аномально огромные волны. В декабре прошлого года мы постили у себя фотографию нашего общего знакомого Андрея Карра. Да. Одного из самых отмороженных людей, живущих в России. Сколько этажей в той волне? Слушай, ну там они разные, есть варианты. Они пробовали какую-то линейку приделать и все остальное. Ну, в общем, порядка, наверное, в 30, может быть. 30 метров? Ну там очень много было. Охренеть. И она была вот там? Да, это было вот здесь. Смотри, здесь же у этой волны культ, да? Здесь даже музей ее есть. Да, музей находится как раз вот там, где маяк. Там находятся доски всякие, там информация, карта. Как раз есть макет, объясняющий вот эту вот природу образования этой волны, показывающий тот самый кленовидный каньон. Какое-то лимитированное количество людей, которые у тебя волну брали? Ну типа их там десятки, их сотни, их тысячи. Не, их не тысячи точно. Я думаю, что несколько десятков, наверное, человек, которые катались. Просто, в принципе, сообщество бигвейверов, оно достаточно маленькое такое. Если сравнивать с горными лыжами, то есть с лалом, где не так важно, насколько у тебя большой спуск, а важно то, насколько технично человек объедет вешки. С лалом — это вот так, да? Да, с лалом — это вот так. А есть скоростной спуск, когда кто быстрее проедет трассу на большой скорости. И там, соответственно, и экипировка другая, и техника, и требования к спортсмену другие. Здесь то же самое. Ты взял доску, взял джет — это водный мотоцикл. Выехал из бухты, приехал на волну, яйца покрепче накрутил — и вперед. Почему здесь все дома белые? Просто есть какой-то общий архитектурный план — все дома белые, все крыши оранжевые как раз под цвет песочка. Все очень гармонично для того, чтобы люди вышли, и им было красиво и хорошо. Они вот следят за этим, не разрешают строить абы как. Самое неприкольное, на мой взгляд, из тех мест, где сейчас вот такое не соблюдается — это вот я ездил в Териберку, и там… Это Мурманская область. Да, это Мурманская область. Супер сейчас популярное место. Мы начали туда ездить еще до такого хайпа, этого места. После Левиафана оно стало популярным. Да, после Левиафана и после того, как начали туда очень много ездить туристы. И мы там серфили, это же Ледовитый океан. И мы, собственно, хотели в России на Ледовитом океане посерфить с друзьями. Вот, и мы туда ездили несколько лет, приехали, когда еще все было дико, и очень классно и аутентично. И знаешь, вот этот вот советский план архитектуры, он был виден. То есть дома хоть разрушены, но видно, что люди думали о каком-то общем сценарии того, как место будет выглядеть. Сейчас место на виду и решили все это старое сносить. Стали делать новые дома и делают кто во что гораст. Сайдингом все обшивают, выглядит вообще совершенно кошмарно. Я каждый раз приезжаю и думаю, что такое место красивое попортили. Еще хуже выглядели, чем советские постройки? Да, советские постройки деревянные, вот эти старые, они выглядели понятно. То есть там дома, вот, например, идет улица, стоят дома, в конце улицы стоит школа. То есть ты понимаешь, что тут была какая-то мысль архитектора. А сейчас ты приезжаешь, здесь кто-то кусочек себе купил, отжал, не знаю, приватизировал здесь. И люди строят из чего и как могут, и все выглядит пестро, ярко, как в Бангкоке. Смотри, у нас сегодня план с Антохой впервые попробовать встать на доску. И я, и Антоха катаемся на сноубордах, но серфинг не пробовали никогда. Оцени наши шансы хоть что-то сделать, кроме того, чтобы на пузе прокатиться. Ну, вообще, в принципе, обычно у каждого человека за первое занятие получается встать на доску и проехать несколько секунд на ней, стоя на ногах. Поэтому это наш план минимум, максимум и вообще реальный. Но на самом деле самое прикольное, что почему-то все всегда говорят про сноубординг и про то, что я катаюсь на сноуборде. Но сноуборд и серфинг не очень тебе помогут. Это, ну, разные вещи. — Да? — Да. Ну, это, в принципе, как, я не знаю, попросить… Вспоминали сегодня великого Валерия Леонтьева рэп прочитать. Я думаю, сходу у него точно не получится. Честновато. Ты был когда-нибудь в Магадане? — Нет, кстати, но у меня есть байк про Магадан. — Расскажи. — Я в 2014 году выходил из дома. Собираюсь, одеваюсь, в общем, такой весь запаренный, кучу вещей на себя одеваю. Ехал кататься на серфе, но уже было очень холодно, поэтому куртка, шапка, все. Раздается телефон, беру трубку, алло, и продолжаю собираться. И мне представляется человек, говорит, привет, меня зовут Валера, я из Магадана. Я говорю, здравствуйте, Валера. А по какому вопросу из Магадана? Он говорит, нашел твой контакт в интернете, увидел там про серфинг, ты, в общем, разбираешься. У меня такой вопрос, я вот тут вижу, что у нас есть море и есть серфинг, я уверен в этом. Вот, я решил начать заниматься этим. Я говорю, Валера — это просто мега круто. И после этого я с ним разговаривал, я не знаю, минут 20 или 30, уже сел в машину, ехал на спот. Вот, и продолжал разговаривать, попытался ему максимум рассказать того, что я знаю. Я не знаю сейчас вот про прошествие этого времени, Валера катается или нет. Но насколько это круто, в 2014 году еще серфинг в России — это была дичь дикая. То есть сейчас-то люди говорят, серфинг в России, он у нас есть, а тогда это вообще было нереально. И Валера в Магадане каким-то образом загуглил и решил, что будет кататься. И там реально ведь есть море и есть волны, потому что я катался с друзьями. Мы серфили на Сахалине, мы серфили во Владивостоке, на Камчатке, на Курилах. Ну, в общем, везде в том регионе. И точно так же, естественно, в Магадане тоже есть волны. У нас есть проект «Серф Сибири». Одна из таких не то, чтобы прям цель и задач мы делаем в основном, потому что нам это прикольно и нравится. Но когда мы приезжаем, куда-то катаемся, люди видят это и такие, «О, точняк, у нас есть волны». Я океанолог по образованию, но когда мне друг сказал, что он едет серфить в Португалию, как я, собственно, в Португалии оказался, я ему говорю, в Португалию серфить? Ты чего? Типа, какая Португалия? И потом тут же сам думаю, так, в смысле, это же океан. Там же точно должны быть волны. Начинаю гуглить и понимаю, что это капец. А потом, когда мы уехали, там, я и куча моих друзей, у всех примерно одинаковая история, уехали жить куда-то к океану, серфили, а потом начали постепенно соображать, что у нас-то, собственно, 13 морей, 3 океана, еще и как минимум два супербольших озера. И везде, когда есть ветер, есть волны. Может быть, они там разного качества, но кататься точно можно. И потом такая началась волна, люди начали возвращаться и серфить в России. То есть для того, чтобы найти волны в России, нам не нужно было прям ехать искать, нам нужно было просто, в первую очередь, голову включить и подумать, что это возможно, понимаешь? Мне очень нравится. Я побежал, вот здесь волну. Я могу! Ребери, 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 ребери! Какой шанс! Чувствую, себя в океану рим. Реби, он! Реби, реби! Реби! Сейчас, две-три, бай! У-у-у-у! Ого! Ого! Я в Териберке, значит, мы приехали с журналистами из английского Мэнс Хеллза, которые решили сделать статью про «Сёрфинг in USSR». Ну и выбрали самое колоритное место, Северный Ледовитый океан, Териберка, вот это вот всё суровое, как бы, там и архитектура классная, всё, в общем, для них было идеально. И мы туда приехали, значит, нам нужны были деньги, кэш, потому что карточки далеко не везде принимают. И я захожу на почту, потому что нету как такового банка, нужно зайти на почту, и там у женщины снять деньги. Даёшь ей карточку и снимаешь. Значит, даю карточку, она говорит, сколько снимать будете? Я говорю, ну, тысяч 10-15. Значит, полное молчание всей почты. Она смотрит на меня и говорит, молодой человек, а можно точно 10 или 15? Я говорю, ну, ладно, давайте 15. Ну, как бы, чё тут, дня на три? И опять все молчат. И тут одна женщина не выдерживает и говорит, молодой человек, я с вами дружу. Я говорю, типа, почему фурор-то такой я произвёл, не могу понять. Они говорят, а ничего, что у нас зарплата в месяц 12 тысяч? И я реально понимаю, у меня у самого мама работает на почте и тоже зарабатывает 12 тысяч рублей. И тут я реально понимаю, что нам заплатить за гостиницу, за еду, за бензин, и нам эти реально 15 тысяч улетят вот так вот на три дня, и дай бог, чтобы хватило. А, я ещё ляпнул что-то. Да это, типа, всего-то 200 долларов. Ну, потом, когда они мне сказали, что у них такая зарплата в месяц, даже меньше, и я реально это всё осознал, я думаю, ну вот как так? Здесь классно, но не идеально. Ведь так? Везде есть свои проблемы. Какие проблемы ты видел здесь, как человек, который изрешетил всю Португалию своими поездками? Ну, вот то место, где я начинал, Альгарве, буквально недавно, в этом году, в июне мне мой товарищ по сборной, который живёт и тренируется в Португалии, парень из Питера, рассказал историю, которая произошла, там, несколько школ, есть и ресторан на пляже, такое супертуристическое место, и у меня оно всегда ассоциировалось только с какими-то максимально положительными эмоциями и улыбчивыми инструкторами, вот. Но оказалось, что они там живут по какой-то воровской своей теме, по понятиям, чего я вообще никогда не знал и не подозревал, вот, и один из владельцев одного бизнеса что-то там не поделил с владельцем другого бизнеса, школы, с ресторана, по-моему, и, в общем, пришёл среди бела дня, среди туристов. Сначала пришёл, сказал, что я тебя убью, устроил скандал, потом вернулся с двухстволкой, ну, в общем, с ружьём, и при всех человека застрелил, и причём намеренно сделал это при всех. Я спрашивал, а почему он сделал это при всех? Ну, как бы, если он хотел его убить, там, как-то скрытно. Оказалось, что он сделал это при всех специально, что когда он отсидит и выйдет, он, типа, будет на жёсткой уважухе и респекте, потому что вот он человека убил, и всё такое. А родственники теперь того хотят убить этого, то есть там целая вендетта. Вот то, как было, я не знаю, там, сто лет назад, как мне казалось, в Италии, да, вот с этой мафией и всей кровной враждой. Это вот в 2019 году происходит в Португалии. В общем, все места имеют свои скелеты в шкафу. — То есть этот дивный мир не такой дивный? — Просто есть какие-то свои проблемы. Везде есть люди, а где есть люди, есть и человеческие проблемы. Пока. Очень интересно. Пока. С первого раза! — Да! — Да! — Главное? — Просто король! — Главное — не спешить. — Давай! Давай, давай, давай! — Давай, давай, давай! — Е-е, бой! — Давай! — Давай! — Ху-ху-ху-ха-ху. — Ху-ху-ху-ха-ху. — Все, я раскусил. Все схемы этих серферов. Ядам, им ваша Атлантика. Как нефиг. Вот так. Учитесь. Вот такой учитесь. Все, класс. Сегодня я кайфовал, наслаждался этими моментами прекрасными. Если честно, я не знаю, наверное, у меня уже скоро на следующий день, на завтрашний, наверное, голова просто взорвется от этих впечатлений. Каждый день новое и новое. Сколько можно. Я понимаю, что это только какая-то маленькие две страны. Испания и Португалия. А еще сколько стран увидеть предстоит. Я надеюсь, предстоит. И я попробую приложить все к этому, все усилия. «Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий». Сколько городов из тех, в которых мы оказались, ты знал до поездки? Лиссабон. Лиссабон. Точно знал. Все остальное нет. Вы португалец, но обожаете Россию. Как так получилось? Я португалец, но я жил в Союзе и был самый интересный период в моей жизни. Но я учился в университете. В каком? Приехал в город, который, вы называете, провинциальный, Воронеж. Чернозомный район. Очень интересно приехал. Потому что, когда я приехал, я сразу приобщался к русской реальности на поезд. Как имена? Ну… Плацкарт? Не-не-не, в купе. Но в купе были русские ребята, которые мне сразу приобщались, как надо дружить и как надо общаться. У нас только был один стакан, наливали по сто грамм. И мы приобщались так. Но правда, когда я приехал в Воронеж, я не помню. Помню, что меня встречали. И, наверное, что-то сказали, что парень нехороший, потому что я… Пьяный? Совсем пьяный. Как вы говорите, пьяный как говно. Пьяный как говно. Лиссабон, Португалия — это страна иммигрантов, которые умеют принимать, потому что нет любой семьи в Португалии, которая не иммигрировала. И поэтому здесь можно смотреть, что есть и мусульмане, и христиане, и буддисты, и все живут в Португалии без проблем. Разные культуры приплетаются, и в этом заключается богатство. Богатство? Короче, приехали на мыс Року. Крайняя точка Западной Европы. Конец, короче, моего пути. Путешествие по Европе. Кайфовали. Конечно, отлично. У вас вот там в комнате диск «Неоконченная пьеса для механического пианино» на португальском? Да, и по-русски. И по-русски. Субтитры по-русски. Это для кого? Это для моей дочери, которая португалка и русская. Имеет две гражданства. Ваша жена русская? У사я Русская. Да, моя жена русская. Но она…ピорт H threaded sus. Поэтому я считал, что она должна приобщаться к русской культуре. Мы с ней только по-русски разговариваем. То есть мы только по-португальски разговариваем. Она с мамой по-русски, а я с ним пришел по-русски, но она с нас по-португальски. А я бы хотел, чтобы она понимала то, что есть интересные в русской культуре. Потому что у нее в школе говорят, что вот Путин, 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 дикитатуры… Путин, дикitäтор. Мне хорошие там дикитатуры. Я хочу, чтобы она понимает, что кроме этого, это риторика, есть другая страна, есть и Чехов, потому что незаконченная пьеса — это Чехов. Она это видела, она это понимает. Ей тоже очень нравится. Я думаю, что это один из самых интересных фильмов, которые есть в русской, советской кинематографии, у Михалкова как раз, который показывает немножко дилемму русской действительности, то есть противоречия между тем, что мы хотим, и то, что мы способны делать. Чем бы ты хотел зарабатывать лет через пять? Я не знаю даже, я бы мог, наверное, любым видом деятельности заниматься. Главное, чтобы это было, знаешь, на эту работу выделялось, как бы, ну, пускай много усилий, мало усилий, но чтобы у меня было времени, больше проводить времени с семьей, скажем так, а не так, знаешь, с работы на работу, и только считать, что дома ночуешь. Ну, как бы нет времени свободного. Стыдной работы не бывает? Вообще без разницы. Улицы мести, можно и улицы поподметать. Ну, как бы, ну, это работа. Как вот паренек один уехал в Крым. Это где-то в 2008 или 2009 году было. Он купил себе газон, осенизатор, ну, то есть выкачивать выгребные ямы. А все, знаешь, как пацаны. О, фу, ты говно качаешь. Ну, качаю, качаю, человек. Короче, через четыре года он заказывает с Германии уже на две бочки осенизатор, Мерседес. И он просто как кот в масле. Потому что Крым в основном-то выгребные ямы одни. Ну, канализации, как-то, таких нет. И он говорит, мне без разницы, говно качаю или нет, зато у меня есть деньги. Вы когда-нибудь были в Магадане? Да, я был в Магадане. Я не знаю, что я помню, что я был и в Магадане, и в Армении, и в Чечне, и, естественно, и в Сибири, и в Грузии. Везде я был в России. А что это за поездка была? С моими друзьями, которые со мной учились, которые мне хотели показать, как там, как они живут. Что-то запомнили? Много запомнил. Ну, запомнил, во-первых, как тяжело там быть, потому что очень низкие температуры. Как и было, потому что северяки, они говорят, ну, у нас нормально, 50-45 градусов, это у нас нормально, мы там жили, мы любим. Мне было трудно понимать, почему это любят. Поняли? Поняли, потому что это их корни. Потому что это их родная земля. Это сказать своеобразное пантеистическое отношение к местам, где они родились. То есть им не важно материально. Им важно то, что они видят, то, что они ощущают. И они говорят, мы не хотим оттуда уходить. Мы хотим бороться, чтобы люди здесь остались, чтобы все возглашались. Потому что они спрашивают, а кто будет дальше здесь жить? Кто будет здесь дальше развивать, если мы все уходим? Такое ощущение, что как долго? Мы не можем уходить. Как долг? Как долг. Мы не можем. Это наш долг. Не стоит просто, я считаю, что это место бросать. То есть многие обиделись, многие почувствовали себя брошенными, решили уехать. Это, ну, по крайней мере, не мой путь. То есть моя задача, которую я в том числе вижу, это разбираться и делать все, что возможно, на своем уровне. Если бросать, то получается вот такое. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Знаешь, как есть детская книжка «Почемучка»? Знаешь, почему небо синее, почему там солнце светит? И должны выпустить, наверное, кто-то должен выпустить взрослую «почемучку». Почему в России, блядь, херовые дороги? Почему пенсии маленькие? И почему это, чтобы, знаешь, чтобы я хоть знал на эти вопросы ответы. И мне кажется, знаешь, было бы вот так, открываешь книжку и такой. Так, почему дороги плохие? Коррупция, штампчик. Почему пенсии? Коррупция. Почему то? Коррупция. Чтобы, наверное, может быть, так было бы, наверное, объясняется. Потому что я не могу понять, почему. Вот реально, почему. Мы же такие же люди. У нас две ноги, две руки, одна голова. Там же не какие-то там драконы, знаешь, живут с тремя головами, что они думают больше, потому что три головы. Но у них там есть порядок. Я вообще в шорохе, конечно, от такого увиденного. Но, во-первых, поражает мне вот эта чистота какая, порядок, порядок на дорогах. Нет вот этих неуравновешенных людей, которые, блядь, сигналят, блядь, руками машут, факты что загнивающие. И Европа, блядь, ни хуя я такого не увидел. Есть о чем задуматься, есть к чему стремиться. Ой, блядь, как красиво. Путешествовать классно? Очень, очень классно. И мне кажется, класс с ней было бы, если бы я путешествовал вместе с семьей. Потому что как ни крути, кайфовать одному и без своей семьи как-то... Но все равно где-то душу шкребет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok